Всем привет! Это «Жизнь домашних вещников». Мы находимся на выставке «Паромания. Как представить уголка экзотики хотели бы здесь». Ссылка на сайт будет в описании видео. Всевновременно это первое настоящее тематическое видео моего канала, которое будет посвящено ножкам, растениям, обитателям террариумов, еще одной собаке. Жирьянке нужна в полутень. Она находится не напрямую в солнечном свету, а как бы загороженной чуть-чуть. Свет достаточно яркий, ну просто такой, рассеянный. У жирьяна, как правило, большинство видов это скрещенные тропические виды, которые обитают там, где не бывает никогда сильных. Боится перепадок температуры. Храневая система буквально один сантиметр, поэтому если вы будете его выдергивать, может развалиться весь дом. Легче всего она уживается тогда, когда вы пересаживаете мясо своих ломов. То есть берите горшочек, разрезаете и старайтесь, чтобы корневая система, она у вас никуда не выкладывала. Просто вы со своим ломов хватит и пересадили. Лучше всего подходит в верховой порог. Если, допустим, у вас коряга с омхом, ее берете со своим грунтом, да, и можно приспособить растениям. Отлично. То есть вы имеете в виду, у нее корневая система сантиметр, да, и она цепляется за горы, скалы, если там нарост мха. Вот. И так она может великолепно себя чувствовать. То есть, если вы этот нарост сделали на какой-то коряне в каком-то аквариуме, либо на каком-то булыжнике, она тоже может приспособиться. Либо она у вас, в принципе, простенько растет в горшочке, в контейнере. Вот. Поливайте вы так, чтобы грунт всегда был влажным. Вот. Если мы пересаживаем как в венере на мухоловку, можно использовать первенькую лишнюю влагу задерживаю. Только верховой кислой, сфагной. Самое главное, чтобы все было чистое и не выдавало приспособления с водой никаких минеральных веществ. Растения у меня появились неожиданно. Я не собиралась покупать их сейчас на Тарамане. Думала сделать это на рептилуме. Ну, раз уж случилось, растения приехали ко мне домой. Временно. Я их поставила в плошки, наполненные дистиллированной водой и мхом с фагнумом. На днях я их пересажу в постоянные горшочки, где они будут расти. И пока они у меня живут вот так вот. Ссылка на сайт Сергея Куницына тоже будет в описании видео. Если интересно, заходите, смотрите, читайте. Субтитры сделал DimaTorzok